Не только украшает участок своими кудрявыми листьями, но и дает вкусные полезные плоды, прекрасно смотрятся и спасают свои тени в жару виноградные беседки. Если у вас еще нет винограда на участке, посадите его обязательно, растет он очень быстро. Виноград на постоянное место можно сажать как весной, так и ранней осенью. Раннеосенняя посадка предпочтительна. В сентябре происходит затухание роста надземной части куста, но в то же время начинает активно развиваться корневая система. Посаженный в это время саженец успевает хорошо укорениться и перезимовать. Весной после окончания морозов саженцы лучше высаживать, когда распускаются почки на деревьях. В это время создаются более благоприятные условия для приживаемости, быстрого роста и развития саженцев. При поздней посадке в жаркую сухую погоду приживаемость саженцев низкая, они отстают в развитии, плохо растут и не всегда успевают подготовиться к зиме. Кусты, произрастающие с первых лет жизни в благоприятных условиях, плодоносит начинают раньше, лучше переносит климатические несгоды и отличаются в дальнейшем высокой продуктивностью. Необходимо, чтобы почва была рыхлой, плодородной, воды и воздухопроницаемой. Саженцы винограда за неделю до посадки надо приучить к сухому воздуху. Днем его выносят на улицу в тень, а на ночь заносят прохладное помещение. Наиболее пригодные участки, обращенные на юг, защищенные от северных и северо-западных ветров. Следует избегать мест, особенно весной-осенью, где скапливается поверхностный сток. При посадке саженец необходимо подготовить. Обрезать все лишние побеги, оставив только один-два хорошо развитых, а корни подрезать, оставив их длиной 15-20 сантиметров. В центр ямки забивает посадочный кол, которому привязывают саженец шпагатом. Синтетический материал для подвязки не применять, чтобы кустик не осел в землю при поливах и корни его от этого не загнулись вверх. Саженец загнутыми вверх корнями очень плохо приживается, болеет и слабо растет, пока не образует новую корневую систему. Если посадочного кола нет, то при посадке саженец лучше прижать к одной из боковых стенок ямки, а после засыпки землю хорошо уплотнить и полить. Лучше светло-розовым раствором органцовки, а не простой водой. Перед посадкой, если купленный саженец был с подсушенными корнями, его необходимо вымочить в воде 1-2 суток, а затем обмакнуть в навозно-земляную болтушку, 2-3 глины и 1-3 коровьего навоза. Если болтушки нет, можно сажать и так, но полить слабым раствором органцовки обязательно. Виноградник. Мощное развитие и высокая приспосабливаемость корневой системы к окружающим условиям служит основой для культуры винограда на самых разнообразных почвах. Корни винограда способны проникать на глубину 8-10 метров, а в горизонтальном направлении до 4-6 метров. Лучшие по механическому составу почвы под виноградник легкие, супесчаные и суглинистые. Хорошие результаты получают также при выращивании винограда на неглубоких малогумусных песчаных почвах, подстилаемых лесом и черноземом. Выращивают его и на каменистых, хрящеватых и глинистых почвах, на засоленных растет он очень плохо, а заболоченные почвы непригодны. Если посадку винограда для выращивания осуществлять на глинистых почвах, плохо пропускающих воду и воздух, то в нее вносят дробленый камень, песок, дерновую землю или перегной, хорошо перемешивая их на всю глубину обработки. Чтобы придать связность с песчаным почвам, используют навоз. Виноград можно высаживать только на глубоко взрыхленную почву, поэтому проводят глубокую плантажную спашку на различную глубину в зависимости от района выращивания винограда и типа почвы, на суглинистых почвах на 65-70 см, на песчаных на 75-80 см, на каменистых на 80-100 см. В таких местах необходимо выполнить выравнивание поверхности земли и обеспечить отвод поверхностных вод. Делают сплошную перевалку земли на глубину 60 см, на дно ямы укладывают свежий навоз толщиной 10 см. Для этих целей в почву добавляют в равных объемах перегной, торф, песок, вермикулит или другой рухлящий материал. На 1 квадратный метр извести примерно 1 килограмм, золы 300 грамм на квадратный метр. Все эти компоненты равномерно перемешивают с таким же объемом верхнего слоя почвы. Место посадки саженца винограда должно немного возвышаться над прилегающей частью участка. При глубокой посадке саженца он окажется в холодном слое почвы. Это затормозит его рост. Чтобы корни винограда лучше обогревались и земля не осыпалась с грядки, делают ограждение из подручных материалов. Почву насыпают выше 40-50 см. Лучше сделать борта из листового шифера. По верхней кромке усиливается уголком 40 на 40 миллиметров, которые препятствуют стоку воды с грядки при поливе и жидких подкормках. Виноград прекрасно растет на заборе, на беседке, на стене. Весной он стремительно разрастается, заполняя все свою зеленью. Ставьте лайки, если информация была полезной для вас. Делитесь этой информацией через лайк с друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях о вашем опыте выращивания винограда. Всего вам доброго, друзья!